Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о фильме «Восставший». Совсем недавно Клавий был римским трибуном, но встреча с человеком по имени Иешуа изменила его жизнь навсегда. Он отправился странствовать по Иудейской пустыне и набрел на жилище одного человека. Мужчина впустил его внутрь, накормил и расспросил о жизни. Клавий рассказал, как он стал странником. Начинается история с подавления восстания, организованного Варавой. Клавий привел своих солдат на битву с этим фанатиком и победил его. Перед смертью Варава вещал о скором приходе мессии. Когда это случится, Рим падет, но Клавий не желал его слушать. Он убил фанатика и вернулся домой. Трибун еще не успел привести себя в порядок, как его вызвал к себе Понтий Пилат. Он сообщил, что какой-то аскет стал слишком популярным у религиозных людей, поэтому Синедрион приговорил его к смерти. Этого аскета должны были распять за то, что он назвал себя мессией. Понтий Пилат переживает, что из-за погибшего могут начаться беспорядки, а этого нужно избежать, ведь скоро должен приехать император. Клавий должен проследить, чтобы казнь прошла гладко и без лишнего шума. Понтий Пилат просит сломать аскету ноги. Также он дает в помощники человека по имени Луций. Когда Клавий и Луций отправляются на место казни, небо темнеет, а затем происходит небольшое землетрясение. Прибыв, Клавий увидел в толпе мать аскета, о котором говорил Пилат. Он пожалел ее и вместо того, чтобы сломать ноги, приказал пронзить его копьем. Затем двоих преступников скинули в яму, где лежали другие трупы, а аскета, которого звали Иешуа или Иисус Христос, отдали местному жителю, у которого есть фамильный склеп. Он хотел похоронить Иешуа в нем и получил на это разрешение Пилата. Вечером префект пригласил трибуна для разговора. Пилат дал понять, что Клавий может высоко подняться и даже занять его место. Но трибун хотел лишь покоя. Ему надоели убийства и тяготы службы. Он хотел семью и уединения. На следующий день префект снова вызвал к себе Клавия и приказал сжечь Иешуа. К нему пришли люди из Синедриона. Они боятся, что последователи Христа похитят его тело и возвестят всем, что он воскрес, как и пророчествовал ранее. Сей проходимец заявил, что через три дня возродится. Однако в Синедрионе против сожжения. Поэтому решено наложить печати на вход в пещеру, где погребли Иешуа. Клавий лично руководил процедурой и убедился, что тело казненного еще в склепе. Затем он оставил двоих людей охранять вход и пообещал, что отправит им еду на ужин. Но еду им так и не привезли, поэтому охранники решили выпить вина. Утром Пилат в очередной раз вызвал Клавия к себе и сообщил, что тело Иешуа пропало. Затем появился представитель Синедриона и рассказал, что стражники, охранявшие вход в пещеру, пришли к нему в поисках убежища. Они поведали, как все случилось. Оказалось, что ночью последователи Христа открыли склеп и забрали тело своего учителя. Понтий Пилат понимает, что если они не смогут найти тело Иешуа, пройдет молва, что он действительно воскрес, а значит он является мессией. Поэтому префект приказывает Клавию найти труп как можно скорее. Время и жара сделают свое, и тело истлеет очень быстро. А им нужно, чтобы Иешуа можно было опознать. Первым делом Клавия отправляется осмотреть пещеру. Он видит, что веревки, которыми обмотали входной камень, лопнули. Также он находит остатки вина, которые пили стражники. Трибун приказывают Луцию арестовать любого, кто скажет, что Иисус жив. Также он хочет, чтобы осмотрели тела всех недавно умерших людей. Если на их конечностях обнаружат следы от гвоздей, необходимо срочно доложить Клавию. Сам он отправляется поговорить с одним из охранников, дежуривших у склепа. Стражник понимает, что за сон на посту его могут казнить, поэтому они с приятелем и пришли в Синедрион. Здесь пообещали их защитить. Охранник рассказывает трибуну, что вино сморило их, и они заснули. А когда проснулись, их окружили вооруженные ученики Христа. Они перерезали веревки и забрали тело. Однако Клавий видел эти веревки, и они явно лопнули. Он понимает, что стражник врет, что он говорит заранее придуманную историю. И, скорее всего, его заставили рассказать эту историю люди из Синедриона. На улицах города пошла молва, что Иешуа действительно воскрес. Луций заметил, как об этом говорит мужчина, и арестовал его. Под стражу взяли и других людей, распространявших слухи о воскрешении Иешуа. Всех допросили. Также Луций проверил все трупы, похороненные в последнее время. Но Христа среди них не было. Он просит Клавия допросить 11 человек, которых подозревают в связях с Иешуа. Однако разговор с этими людьми ничего не дает. Только одна слепая старуха заявляет, что ощутила Иешуа, когда он находился рядом после своего воскрешения. «Я возвращаю его корону». После этого Клавий идет на улицу, чтобы помолиться Богу Иудеев. Он просит его перестать защищать своих подданных, чтобы он мог выйти на след Иисуса. После этого к нему приводят того мужчину, которого Луций схватил на улице. Он рассказывает о гулящей женщине по имени Мария Магдалина. Она может что-то знать об исчезновении тела Иешуа. Клавий берет людей и отправляется арестовывать ее. Схватив Марию, он допрашивает ее и выясняет, что она видела Мессию после воскрешения своими глазами. Ее не страшат ни смерть, ни пытки. Ведь теперь, когда пророчество о спасителе сбылось, всех его последователей ждет вечная жизнь в Царстве Небесном. Клавий отпускает Марию и отправляется отдыхать. Ему снится Иешуа на кресте посреди бушующего океана. Он открывает глаза, и в этот момент Клавия будит. Утром его вызывает к себе Пилат. Он требует, чтобы ему предоставили тело Христа до вечера. Клавий решает найти труп с похожими ранениями и передать его Пилату. А пока он намерен разыскать учеников Иисуса. Он платит мужчине, который рассказал о Марии Магдалине, чтобы тот назвал имена этих людей. Тот называет только имя Варфоломея и говорит, где его найти. Клавий арестовывает этого человека и приводит на допрос. Но Варфоломей дает ему не больше информации, чем остальные. Он также видел Иешуа живым и не боится наказания. Приходится его отпустить. Затем Клавий приносит Пилату тело человека с ранениями, как у Христа, и говорит, что его можно выдать за Мессию. После этого трибун узнает, что в городе объявился второй стражник, охранявший склеп с Иешуа. Клавий встречается с ним и требует рассказать правду. Тот говорит, что они уснули, но разбудили их не ученики Христа, а невероятный свет и голос, который шел отовсюду. Когда все закончилось, они побежали в Синедрион, чтобы рассказать о случившемся. Но их заставили выучить версию об учениках Мессии, которые похитили его тело. Нас мало, и наше единственное орудие – любовь. Вскоре после этого к трибуну пришел Луций и сообщил, что ученики Христа найдены. Клавий и его солдаты накинули обычную одежду, чтобы их не узнали и не успели предупредить учеников. В таком виде они пришли в район, где предположительно должны прятаться последователи Мессии. Клавий приказал обыскать каждый дом. В этот момент он заметил Марию Магдалину и кинулся за ней. Открыв дверь в дом женщины, он увидел, как ученики Христа сидят внутри, а вместе с ними их учитель Иисус. Он был жив. Клавий не мог поверить своим глазам. Увиденное настолько поразило его, что он отступил назад. В этот момент его заметил Луций и предложил помощь. Но трибун приказал увезти всех солдат отсюда. Когда они ушли, Клавий вошел в дом, и Мессия пригласил его присесть рядом с ним. Апостолы были счастливы находиться здесь, но Иисус пробыл с ними недолго. Когда Мария коснулась его плеча, он исчез. Тогда она вспомнила, что Спаситель обещал снова показаться ученикам в Галилее. Поэтому апостолы собрались и двинулись в путь. Клавий пошел за ними. Когда солдаты во главе с Луцием ворвались в этот дом ночью, они нашли лишь записку от трибуна, где он говорил, что видел Иешуа воскресшим. Узнав о том, что его трибун сбежал, Пилат приказывает Луцию догнать его и схватить или убить. Сделать это нужно до приезда императора. Клавий тем временем следовал за апостолами. У него не было при себе ни еды, ни воды, но он стойко переносил все лишения. Однажды ночью к нему незаметно подошел апостол Петр. Клавий напал на него, решив, что перед ним враг. Он ранил Петра, а тот всего лишь хотел поделиться с ним водой. Несмотря на ранения, Петр пригласил Клавия к костру. Здесь его накормили и дали напиться. В пути трибун задает Петру множество вопросов о том, как Иисус сумел вернуться к жизни и кем он является на самом деле. Но у апостола нет всех ответов. Он и сам многого не понимает. Ему остается только верить. В один из дней Клавий замечает преследование. За ними отправился Луций с солдатами и следопытом. Чтобы спрятаться от них, апостолы замели следы и ушли в ущелье. Несмотря на все уловки, Луций настиг их. Клавий попросил его отпустить учеников Христа, тогда он готов был сдаться. Но Луций не мог этого сделать. Тогда Клавий перехватил его клинок, но не стал убивать. Пощадив Луция, он дал понять, что теперь тот его должник. Пришлось Луцию его отпустить. Но сегодня никто не умрет. Придя к морю, апостолы остановились дожидаться своего учителя. Они были голодны, и Петр предложил наловить рыбы. У берега как раз имелась подходящая лодка. Но выйдя в море, они ничего не поймали. Совсем отчаявшись, Петр заметил на берегу Иисуса. Он велел друзьям закинуть сеть снова. И в этот момент лодка накренилась от того, как быстро наполнился невод. Они достали много рыбы. Но не это обрадовало апостолов, а то, что Иешуа снова пришел повидаться с ними. Когда они обедали вместе, в рыбацкую деревню забрел прокаженный. Рыбаки избили его и прогнали. Но Иисус пожалел несчастного. Он отдал ему одну из пойманных рыб и излечил его недуг. Дальше прокаженный пошел уже без язв на лице и руках. После трапезы Иешуа отвел в сторону Петра и сказал ему что-то наедине. Затем апостолы легли спать. Ночью Клавий проснулся и увидел Спасителя сидящим в одиночестве на камне. Он подошел, чтобы поговорить. И Иисус развеял все его сомнения насчет происходящих чудес. С этого момента Клавий стал его последователем. На рассвете Иисус исчез. Он попрощался с учениками, сказав, что уходит подготовить для них место на небесах. И попросив рассказать об истинном Боге по всему миру. Затем он растворился в яркой вспышке света. Апостолы отправились выполнять просьбу Учителя. Клавий тоже ушел. Он долго странствовал, пока не пришел в дом того мужчины. Услышав историю, хозяин засомневался, действительно ли все это правда. Но Клавий верил в своего Спасителя. Уходя, он оставил кольцо Трибуна в качестве платы за еду. Субтитры создавал DimaTorzok